Вторая часть фасука. Линар, Дат, Умизима. Юношу Шлево пришел научить разуму и расчетливости. Давайте разберем понятие. Юноша на иврите наар от слова линаэр стряхивает. Например, вытряхнуть ковер на иврите линаэр это шатирк. И возникает вопрос, какая связь между юношей и ковром. Юноша это человек, который еще не сформирован. Он находится в поисках себя. И он не готов пока, пока он не поймет, не будет отчетливого смысла жизни, какого-то направления в жизни. Он не готов взять на себя ответственность, идти именно по какому-то пути постоянному. То есть он может один раз сходить на ханукальный вечер, поесть пончики, зажечь свечи, послушать концерт. Но это не значит, что он возьмет на себя, исполнять все заповеди, учить Тору. Он завтра пойдет на другого вида мероприятия. Сходит на футбол, сходит на дискотеку, сходит в... Да, еще куда-то, да, то есть у него пока... Он находится в поисках себя. И вот так же, как и ковер, да, мы стряхиваем с него пыль, так же юноша пока стряхивает с себя ответственность. И что Бог пришел научить его, человека такого типа, на дат разум и мизима расчетливость. Что такое дат? Мы с вами уже говорили, мы разбирали хохма, вина, дат. Давайте только в двух словах вспомним. Разум – это умение ощущать Бога в нашей жизни. Бог все время с нами разговаривает через события, которые происходят с нами непосредственно и которые происходят вокруг нас. Он нас к чему-то учит, он нас к чему-то ведет. Например, мы куда-то опоздали, мы куда-то не поступили, или наоборот на что-то получилось, мы что-то прочитали, мы кого-то встретили. Да, через все это Бог ведет нас, показывает нам что-то, учит нас чему-то. Мы должны слышать, уметь слышать, ощущать это и с ним взаимодействовать. Это называется дат. Что такое мизима, расчетливость? На самом деле это слово мизима, оно используется обычно в негативной форме. Например, эдим замумим – это лжесвидетели, которые рассчитали, как человека убрать, какого-то конкурента, какого-то своего оппонента, как его приходят на него лжесвидетельствовать и убирают его руками правосудия. Да, это эдим замумим – лжесвидетель. Ишлемо научит юношу видеть, то есть, контрсилы, видеть разные вот такие расчеты, которые ведут в ненужную сторону и научит через свои притчи рассчитывать свою жизнь на много ходов вперед, видеть цель в жизни, куда идти, куда направить свои силы, все свои энергии, все свои таланты, по какую сторону. И две эти вещи – ощущение Бога в нашей жизни и умение рассчитать нашу жизнь на много ходов вперед – это то, что поможет нару юноши, то есть, человеку, который не сформирован, успешно идти по жизни.